книга неемии глава первая слова неемии сына ахалиина вместе с и кислеве двадцатом году я находился в сузах престольном городе и пришел хана не один из братьев моих он и несколько человек из иудеи и спросила их об уцелевших иудеях которые остались от плена и об иерусалиме и сказали они мне оставшиеся которые остались от плена находится там стране своей великом бедстве и вынищижение и стена иерусалима разрушена и ворота его сожжены огнем услышав эти слова я сел и заплакал и печален был несколько дней и постился и молился перед богом небесным и говорил господи божий небес божий великий и страшный хранящий завет и милость к любящим тебя и соблюдающим заповеди твои да будут уши твои внимательные очи твои отверстия чтобы услышать молитву раба твоего которую я теперь день и ночь молюсь перед тобою о сынах израилевых рабах твоих и исповедуясь во грехах сынов израилевых которыми согрешили мы пред тобою согрешили и я и дом отца моего мы стали преступным перед тобою и не сохранили заповеди и уставов и определений которые ты заповедал моисею рабу твоему но помяни слово которые ты заповедал моисею рабу твоему говоря если вы сделаетесь преступниками то я рассею вас по народам когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои исполнять их то хотя вы вы изгнаны были на край неба и оттуда соберу вас и приведу вас на место которое избрал я чтобы водворить там имя мое они же рабы твоей народ твой который ты искупил силой твоей великою и рукою твоей могущественную молю тебя господи да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих любящих благоговедь перед именем твоим и благо поспеши работу ему теперь и введи его в милость у человека сего я был виночерпием у царя нееме глава 2 вместе с нисане в двадцатый год царя артаксеркса было перед ним вино и я взял вино и подал царю и казалось не был печален перед ним но царь сказал мне отчего лицо у тебя печально ты не болен этого нет а верно печально сердце я сильно испугался и сказал царю до живет царь вовеки как не быть печальным лицо моему когда город дом гробов отцов моих в запустении и ворота его сожжены огнем и сказал мне царь чего же ты желаешь я помолился богу небесному и сказал царю если царю благоугодно если благоволение раб твой перед лицом твоим то пошли меня в иудею в город где гробы отцов моих чтобы я обстроил его и сказал мне царь и царица их которая сидела подле него сколько времени продлится путь твой и когда возвратишься и благоугодно было царю послать меня после того как я назначил время и сказал я царю если царю благоугодно то дал бы мне письма к заречным областеначальникам чтобы они давали мне пропуск доколе я не дойду до иудеи и письмо к сафу хранителю царских лесов чтобы он дал мне деревья ворот крепости которые при доме божьем или городской стены и для дома в котором бы мне жить и дал мне царь так как благодеющая рука бога моего была надо мною и пришел я к заречным области начальниками отдал им царские письма послал же со мной царь воинских начальников со всадниками когда услышал сие сыновалат хранит это ве аманитский раб то им было весьма досадно что пришел человек заботиться о благе сынов израилевых и пришел я в иерусалим и пробыл там три дня встал я ночью с немногими людьми бывшими при мне и никому не сказал что бог мой положил мне на сердце сделать для иерусалима животного же не было со мной никакого кроме того на котором я ехал и проехал я ночью через ворота долины перед источниками драконовым и воротам к воротам навозным и осмотрел я стены иерусалима разрушенные его ворота сожженные огнем и подъехал я к воротам источника и к царскому водоему но там не было места пройти животному которое было подо мной я поднялся назад по лощине ночью и осматривал стену и проехал опять воротами долины возвратился и начальствующие не знали куда я ходил и что я делаю ни иудеям ни священникам ни знатнейшим ни начальствующим не прочим производителем работ я до то ли ничего не открывал и сказал я им вы видите бедствия в каком мы находимся иерусалим пуст и ворот его сожжены огнем пойдем построим стену иерусалима и не будем впредь в таком уничижении я рассказал им о благодяющей мне руке бога моего а также и слова царя который он говорил мне и сказали они будем строить и укрепили руки свои на благое дело услышав это санавалат хоронит и тови амманистский раб и геше моровитяне смеялись над нами с презрением говорили что это за дело которое вы делаете уж не думаете ли вы возмутиться против царя я дал им ответ и сказал им бог небесный он благо поспешит нам и мы рабы его станем строить а вам нет части и права в памяти иерусалиме неемея глава 3 и встал или ошиб великий священник и братья его священники построили овечье ворота они осветили их и встали двери их от башни имеют осветили их до башни хананела и после него строил иерихонцы и возле них строил за хор сын имрия ворота рыбные строили уроженцы синаи они покрыли их и встали двери их и замки их и засовы их подлинник чинил стену меримов сын урим сын гакопа подлинник чинил мишулам сын берехи сын мишизабелла а подлинник чинил садок сын бааны подлинник чинил фокефекандийцы впрочем знатнейшие из них не наклонили шеи своей по работе для господа своего старые ворота чинил и аеда сын пасиаха и мишулам сын бессодии они покрыли их и встали двери их и замки их и засовы их подлинник чинил мелатия гаванитянин и адон из миранова жителями гаваона и митвы подвластными заречном области начальнику подлинник чинил узел сын харгаи серебряника поди него чинил ханания сын гаракахима и восстановили иерусалим до стены широкой подлинник чинил рифая сын хура начальник полуокруга иерусалимского подлинник и против дома своего чинил ядай сын харумаффа и подли него чинил хатуш сын хашави на втором участке чинил малхи сын харима и хапшуа сын пахармава они же чинили башню печную подлинник чинил шалум сын галахеша начальник полуокруга иерусалимского он и дочери его ворота до нее долины чинил ханун и жители за нааха они построили их и вставили двери замки их и засовы их еще чинили они тысячу локтей стены до ворот навозных а ворота навозных чинил малхи сын рихава начальник бевкаремского округа он построил их и ставил замки их замки их и засовы их ворота источника чинил шалум сын колхозея начальник округа митвы он построил их и покрыл их и вставил двери их замки их и засовы их он же чинил стену водоема селах против царского сада и до ступени спускавшихся из города давидова за ними чинил не имея сына азбука начальник полуокруга бессурского до гробниц давидовых и до выкопанного пруда и до дома храбрых за ним чинили лебиты рихвом сын ваяя поле него чинил хашавия начальник полуокруга киевского за свой округ за ним чинили братья их бавай сын хинадада начальник киевского полуокруга поле него чинил езер сына иисуса начальник митвы на втором участке напротив схода к оружии не на углу за ним ревно сначили во руфсы за две на втором участке от угла до дверей дома или ошибок великого священика за ним чинил миримов сын уре сын гакоссы на втором участке от дверей дома или а живо до конца дома и лишь его за ним чинили священники из окрестностей. За ним чинили Вениамин и Хашун. Идет перечисление. А между угольными жильем до ворот. Овещих чинили серебряники и торговцы. Неемия. Глава 4. Когда услышался на Валат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями. И говорил при братьях своих и при самарийских военных людях и сказал, что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они их когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха и притом пожженные? А то Виамонитянин, бывший подо него, сказал, пусть их строят. Пойдет лисица и разрушит их каменную стену. Услыши, Боже наш, в каком мы презрении и обрати ругательство их на их голову и предай их презрению в земле пленения. И не покрой беззаконие их и грех их, да не изгладится перед лицом Твоим, потому что они огорчили строящих. Мы, однако же, строили стену и сложена была вся стена до половины ее. И у народа доставало усердие работать. Когда услышался на Валат, и Тове, и оравитяне, и оминитяне, и азотяне, что стены Иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно. И сговорились все вместе пойти войной на Иерусалим и разрушить его. И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них. Но иудеи сказали, ослабела сила у насильщиков, а мусора много, мы не в состоянии строить стену. А неприятели наши говорили, не узнает и не увидит, как вдруг мы войдем в средину их и перебьем их и остановим дело. Когда приходили иудеи, жившие подлине их, и говорили нам раз десять со всех мест, что они нападут на нас. Тогда в низменных местах у города, за стеной, на местах сухих, поставил я народ. Поплеменность, мечами их, с копьями их, и луками их. И осмотрел я, и стал и сказал знатнейшему начальствующему и прочему народу, не бойтесь их, помните Господа великого и страшного и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за домы свои. Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу. С того дня половина молодых людей у меня занимались работой, а другая половина их держала копья, щиты и луки, и латы, и начальствующие находились позади всего дома Иудина. Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них одной рукой, и производили работу, а другую держали копье. Каждый из строивших припоясан был мечом под чрестом своим. И так они строили. Возле меня находился трубач. И сказал я знатнейшим и начальствующим, и прочему народу, работа велика и обширна, и мы рассеяны по стене и отдалены друг от друга. Поэтому откуда услышите вы звук трубы, в то место собираетесь к нам. Бог наш будет сражаться за нас. Так производили мы работу, и половина держала копья от восхода зари до появления звезд. Сверх того, в то же время я сказал народу, чтобы в Иерусалиме ночевали все с рабами своими, и будут они у нас ночью на страже, а днем на работе. И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали с себя одеяния своего. У каждого были под рукою меч и вода. Неемия, глава пятая. И сделался большой ропот в народе, и ужон его на братьев своих иудеев. Были такие, которые говорили, нас, сыновей наших и дочерей наших много, и мы желали бы доставать хлеб и кормиться и жить. Были такие, которые говорили, поля свои, виноградники свои, домы свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода. Были такие, которые говорили, мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших. У нас такие же тела, какие тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья. И вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы. И некоторые дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших, и поля наши, и виноградники наши у других. Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился. Сердце мое возмутилось. Я строго выговорил знатнейшему начальствующему и сказал им, «Вы берете лихву с братьев своих!» И созвал я против них большое собрание. И сказал им, «Мы выкупали братьев своих иудеев, проданных народом. Сколько было сил у нас! А вы продаете братьев своих, и они продаются нам!» Они молчали и не находили ответа. И сказал я, «Нехорошо вы делаете! Не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов наших?» И я также, братья мои, служащие при мне, давали им заемы серебро и хлеб. «Оставим им долг сей! Возвратите им ныне же поля их, виноградниные, и масличные сады их, и домы их, и рост серебра и хлеба, и вина и масла, за которые вы судили их!» И сказали они, «Возвратим! И не будем с них требовать! Сделаем так, как ты говоришь!» И позвал я священников и велел им дать клятву, что они так сделают. И вытряхнул я одежду мою и сказал, «Так пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слово сего из дома его и из имения его, и так да будет у него вытрясено и пусто!» И сказала все собрание, «Аминь!» И прославили Бога. И народ выполнил слово сие. Еще с того дня, как я определен был областеначальником их в земле иудейской, от 20-го года до 32-го года царя Артаксерса, «В продолжение 12 лет я и братья мои не ели хлеба областеначальнического, а прежние областеначальники, которые были до меня, отягощали народ и брали с них хлеб и вино, кроме сорока стиклей серебра. Даже и слуги их господствовали над народом. Я же не делал так по страху Божию. При этом работы на стене сей я поддерживал. И полей мы не закупали, и все слуги мои собирались туда на работу. Иудеев и начальствующих по 150 человек бывало за столом у меня, кроме приходивших к нам из окрестных народов. И вот что было приготовлено на один день. Один бык, шесть отборных овец и птицы приготовлялись у меня. И в 10 дней издерживалось множество всякого вина. И при всем том, хлеба областеначальнического я не требовал, так как тяжелая служба лежала на народе всем. Помяни, Боже мой, во благо мне все, что я сделал для народа сего. Ниемия, глава шестая. Когда дошло до слуха Санавалата и Товея и Гешема Равитянина и прочих неприятелей наших, что я отстроил стену и не оставалось в ней повреждений, впрочем, до того времени я еще не ставил дверей и ворота, тогда прислался Навалат и Гешем ко мне сказать, «Приди и сойдемся в одной из сем наравнение Оно». Они замышляли сделать мне зло, но я послал к ним послов сказать, «Я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам». Четыре раза присылали они ко мне с таким же приглашением, я отвечал им тоже. Тогда прислал ко мне Санавалат в пятый раз своего слугу, у которого в руке было открытое письмо. В нем было написано, «Слух носится у народов, и Гешем говорит, будто ты и иудеи задумали отпасть, до чего и строишь стену, и хочешь быть у них царем по тем же слухам. И пророков поставил ты, чтобы они разглашали о тебе в Иерусалиме и говорили царь иудейский. И такие речи дойду до царя, и так приходи и посоветуемся вместе». Но я послал к нему сказать, «Ничего такого не было, о чем ты говоришь, ты выдумал это своим умом». Ибо все они стращали нас, думая, опустятся руки их от дела сего, и оно не состоится. Но я тем более укреплял руки мои. Пришел я в дом Шимаи, сына Делаи, сына Мегетавелова, и он заперся и сказал, «Пойдем в дом Божий внутрь храма и запрем за собой двери храма, потому что придут убить тебя и придут убить тебя ночью». Но я сказал, «Может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться живым? Не пойду». Я знал, что не Бог послал его, хотя он пророчески говорил мне, но что Тови и Санавалат подкупили его. Для того он был подкуплен, чтобы я устрашился и сделал так и согрешил, и чтобы имели о мне худое мнение и преследовали меня за это укоризнами. Помяни, Боже мой, Тови и Санавалата по сим делам их, а также пророчеству на Аде и прочих пророков, которые хотели устрашить меня. Стена была совершена в 25-й день месяца Елула, в 52 дня. Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. Сверх того, в те дни знатнейшие иудеи много писали писем, которые посылались к Тови, а Товиные письма приходили к ним, ибо многие в иудее были в клятвенном союзе с ним, потому что он был зять Шахацине, сына Арахова, а сын его, Иоханан, взял себе дочь Мишулама, сына Верехии. Даже о доброте его не говорили при мне, и мои слова переносились к нему. Тови присылал письма, чтобы устрашить меня. Неемия, глава 7. Когда стена была построена, я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники, певцы и левиты. Тогда приказал я брату моему, Ханани, начальнику Иерусалимской крепости, Хананию, ибо он, более многих других, был человек верный и богобоязненный. И сказал я им, пусть не отворяют ворота Иерусалимских, доколе не обогреет солнце, и доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери. И поставил я стражами жителей Иерусалима, каждого на свою стражу, и каждого напротив дома его. Но город был пространен и велик, и народов нем было немного, и домы не были построены. И положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших начальствующих и народ, чтобы сделать перепись. И пошел, нашел я родословную перепись тех, которые сначала пришли, и в ней написано, вот жители страны, которые отправились из пленников, переселенных на Вуходоносором, царевом Вилонским, и возвратились в Иерусалим, и Иудею, каждый в свой город, те, которые прошли за Рвавелем, Иисусом, Неемиеме, Азариеве, число людей, народа Израилева. Пересчисление. И вот вышедших из тел Малаха, тел Харши, Херуша Дона и Эмера, но они не могли показать о поколении своем и о племени своем, от Израиля ли они. Сыновья Дилали, сыновья Тови, сыновья Никоды, 642, из священников, сыновья Хавани, сыновья Гокотца, сыновья Верзелия, который взял жену из дочерей, Верзелия, голодетянина, и стал называться их именем. Они искали родословные свои записи, и не нашлось, и потому исключены из священства. Стих 64. И Тершафа сказал им, чтобы они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник Суримом и Тумимом. Все общество вместе состояло из 42 360 человек, кроме рабовых и рабынь их, которых было 7 337, и при них певцов и певиц 245, коней у них было 736, лошаков у них 245, верблюдов 435, ослов 6720. Некоторые главы поколений дали вклады на производство работ. Тершафа дал сокровищницу золотом тысячу драхм, 50 чаш, 530 священнических одежд, и некоторые из глав поколений дали сокровищницу на производство работ 20 тысяч драхм золота и 2200 мин серебра. Прочие из народа дали 20 тысяч драхм золота и 2000 мин серебра, и 67 священнических одежд. И стали жить священники, и левиты, и привратники, и певцы, и народ, и нефинеи, и весь Израиль в городах своих. Неемия, глава 8 мая. Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилева жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Езре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Езре закон предсобрания мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать в первый день седьмого месяца. И считал из него на площади, которая перед водяными воротами от рассвета до полудня, перед мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Езре стоял на деревянном возвышении, которое для него сделали, а под для него по правую руку его стояли Матафи, и Шема, и Анаия, и Ури, и Хелки, и Моасеи, а по левой руке его Федаи, и Месаил, и Малхия, и Хашум, и Хашбадана, и Захария, и Мишулам. И открыл Едра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал и благоставил Едра Господа Бога Великого. И весь народ отвечал, Аминь, Аминь, поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались перед Господом лицом за земли. Иисус, Ваная, Шеревия, и Аминь, Акуф, Шафтай, Годия, Моосея, Клита, Азария, и Азавет, Ханан, Филаи, и Левиты поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте. И считали из книги из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Тогда Ниемия, он же, Тершафа, и книжник, и Едра, священник, и Левиты, учивший народ, сказали всему народу, День сей свят Господу Богу вашему. Не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона, и сказал им, Пойдите, ешьте тучное, и пейте сладкое, и посылайте счастье тем, у кого ничего не приготовлено, потому что День сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость перед Господом подкрепление для вас. И Левиты успокаивали весь народ, говоря, Перестаньте, ибо День сей свят, не печальтесь. И пошел весь народ есть и пить, и посылать счастье, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им. На другой день собрались главы, поколения от всего народа священники и левиты и книжнику Езре, чтобы он изъяснил им слова закона. И нашли написанное в законе, которое Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израиля в седьмом месяце в праздник жили в кущах. И потому объявили, провозгласили во всем городам своем, Иерусалиме, говоря, Пойдите на гору и несите ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовой, и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных дерев, чтобы сделать кущи по-написанному. И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей кровле, и на дворах своих, и на дворах Дома Божия, и на площади у водяных ворот, и на площади у Ефремовых ворот. Все общество, возвратившееся из плена, сделало кущи и жило в кущах. А дни Иисуса, сына Новина до этого дня, они делали так, сына Израилева. Радость была весьма великая. И считали из книги закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня. И праздновали праздник семь дней, а восьмой день по празднеству, по уставу. Неемия, глава девятая. В двадцать четвертый день этого месяца собрали все сыны Израилю, постящиеся и вовречащих и с пеплом на головах своих. И отделилось семя Израиля от всех инородных, и встали и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих. И стояли на своем месте и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу Богу своему. И стали на возвышенном месте Левитов Иисун, Ваня, Кадмиил, Шивае, Вуни, Шереве, Ваня, Хинани, и громко взывали Господу Богу своему. И сказали Левитов Иисус, Кадмиил, Ваня, Хошавния, Шереве, Годия, Шивания, Петахи, встаньте, славьте Господа Бога вашего от века и до века. До словословия достославное и превысшее всякого словословия и хвалы имя Твое. И сказал Едра, Ты, Господи, един. Ты создал небо, небеса, небес и все воинства их, земли и все, что на ней, моря и все, что в них. И Ты живишь все сие, и небесные воинства Тебе поклоняются. Ты сам, Господи, Божий, избрал Авраама и вывел ее из ура халдейского и дал ему имя Авраама и нашел сердце его верным перед Тобой и заключил с ним завет, чтобы дать ему и семени его землю Хананеев, Хиттеев, Амареев, Ферезеев, Иусеев, Гиргисеев. И Ты исполнил слово свое, потому что Ты праведен. Ты увидел бедствие отцов наших в Египте и услышал вопли их у Черного моря. И явил знамение и чудеса над Параоном и над всеми рабами его и над всем народом земли его, так, как Ты знал, что они надменно поступали с ними и сделал Ты себе имя до сего дня. Ты растек перед ними море, и они среди моря прошли посуху и гнавшиеся за ними. Ты поверг в глубины, как камень, в сильные воды. В столпе облачном Ты вел их днем, в столпе огненном ночью, чтобы освещать им путь, по которому идти им. И снишел Ты на гору Сина и говорил с ними с неба и дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые. И указал им святую Твою субботу и заповеди, и уставы, и закон преподал им через раба Твоего Моисея. И хлеб с неба Ты давал им в голоде их, и воду из камня источал им в жажде их, и сказал им, чтобы они пошли овладели землею, которую Ты, подняв руку Твою, клялся дать им. Но они, отцы наши, упрямствовали, и шею свою держали упруга, и не слушали заповедей Твоих, не захотели повиноваться, и не вспомнили чудных дел Твоих, которые Ты делал с ними, и держали шею свою упруга, и по упорству своему поставили над Собою вождя, чтобы возвратиться в рабство Своё. Но Ты, Бог, любящий прощать, благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и Ты не оставил их. И хотя они сделали себе литого тельца и сказали, вот Бог Твой, который вывел тебя из Египта, и хотя делали великие оскорбления, но Ты, по великому милосердию Твоему, не оставлял их в пустыне. Столб облачный не отходил от них днём, чтобы вести их по пути, и столб огненный ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти. И Ты дал им Духа Твоего благого, чтобы наставлять их, и манну Твою не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их. Сорок лет Ты питал их в пустыне, они ни в чём не терпели недостатка, одежды их не ветшали, и ноги их не пухли. И Ты дал им царство и народы, и разделил им, и они обладели землёю Сигона, и землёю царя Исионского, и землёю Ога, царя Васанского. И сыновей их Ты размножил, как звёзды небесные, и вёл их в землю, о которой Ты говорил от самых, что они придут владеть ею. И вошли сыновья их, обладели землёю, и Ты покорил им жителей земли Хананею, и отдал их в руки их, и царей их, и народы земли, чтобы они поступали с ними по своей воле. И заняли они укреплённые города и тучную землю, и взяли во владение домы, наполненные всяким добром, водоёмы, высеченные из камня, виноградные и масличные сады, и множество деревьев с плодами для пищи. Они ели, насыщались, тучнели, и наслаждались по великой благости Твоей. И сделались упорны, и возмутились против Тебя, и презрели закон Твой, убивали пророков Твоих, которые увещевали их обратиться к Тебе, и делали великие оскорбления. И Ты отдал их в руки врагов их, которые теснили их. Но когда в тесное для них время они взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес, и по великому милосердию Твоему давал им спасителей, и они спасали их от рук врагов их. Когда же успокаивались, то снова начинали делать зло перед лицом Твоим, и Ты отдавал их в руки неприятелей их, и они господствовали над ними. Но когда они опять взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес, и по великому милосердию Твоему избавлял их многократно. Ты напоминал им обратиться к закону Твоему, но они упорствовали и не слушали заповедей Твоих, и отклонялись от уставов Твоих, которыми жил бы человек, если бы исполнял их, и хребет свой сделали упорным, и шею свою держали упруго, и не слушали. Ожидая их обращения, Ты медлил многие годы, и напоминал им духом Твоим через пророков Твоих, но они не слушали, и Ты предал их в руки иноземных народов, но по великому милосердию Твоему Ты не истребил их до конца и не оставил их, потому что Ты Бог благий и многомилостивый, и ныне Боже наш, Боже великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость, да не будет малым пред лицом Твоим все страдание, которое постигло нас, царей наших, князей наших и священников наших и пророков наших и отцов наших и весь народ Твой, одни царей ассирийских до сего дня. Во всем постигшем нас Ты праведен, потому что Ты делал по правде, а мы виновны. Цари наши, князья наши, священники наши и отцы наши не исполняли закона Твоего и не внимали заповедям и напоминанием Твоим, которые Ты напоминал им, и в царстве своем, при великом добре Твоем, который Ты давал им, и на обширной и тучной земле, которые Ты отделил им, они не служили Тебе и не обращались от злых дел Твоих. И вот мы ныне рабы на той земле, которую Ты дал отцам нашим, чтобы питаться ее плодами и добром, вот мы рабствуем и произведения свои она во множестве приносит для царей, которым Ты покорил нас за грехи наши. И телами нашими, и скотом нашим они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении. По всему этому мы даем твердые обязательства и подписываем на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших. Неемия, глава 10. Приложившие печать были Неемия, Тершафа, перечисления, и прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы, нефинеи, и все отделившиеся от народов иноземных к закону Божию, жены их, сыновья их и дочери их, все, которые могли понимать, пристали к братьям своим, почетнейшим из них, и вступили в обязательство с клятвою и проклятием, поступать по закону Божию, который дан рукой Моисея, раба Божия, и соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего и устава Его и предписания Его, и не отдавать дочерей своих иноплеменным народам, и их дочерей не брать за сыновей своих, и когда иноземные народы будут привозить товары и все продажные в субботу, не брать у них в субботу, и в священный день, и в седьмой год оставлять долги всякого рода. И поставили мы себе в закон давать от себя по третий сикли в год на потребности для Дома Бога нашего, на хлебы предложения, на всегдашнее хлебное приношение, и на всегдашнее все сожжения, на субботы, на новомесячие, на праздники, на священные вещи, и на жертвы за грех для очищения Израиля, и на все совершаемое в Доме Бога нашего. И бросили мы жеребий о доставке дров священники и левиты и народ, когда которому поколению нашему в назначенные времена, из года в год привозить их к Дому Бога нашего, чтобы они горели на жертвенники Господа Бога нашего по написанному в законе. И обязались мы каждый год приносить в Дом Господень начатки земли нашей, и начатки всяких плодов со всяких деревов, также приводить в Дом Бога нашего, к священникам, служащим в Доме Бога нашего, первенцев из сыновей наших, и из скота нашего, как написано в законе, и первородные от крупного и мелкого скота нашего, и начатки из молотого хлеба нашего, и приношений наших, и плодов со всякого дерева, вина и масла, мы будем доставлять священникам в кладовое при Доме Бога нашего, и десятину из земли нашей левитам, они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие, при левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего, в комнаты, отделенные для кладовой, потому что в эти комнаты как сыны Израилю, так и левиты должны доставлять приносимое в дар хлеб, вино и масло, там священные сосуды, и служащие священники, и привратники, и певцы, и мы не оставим дома Бога нашего, Нееме, глава одиннадцатая, и жили начальники народа Верусалиме, а прочие из народа бросили жребий, чтобы одна из десяти частей их шла на жительство в святой город Иерусалим, а девять оставались в прочих городах, и благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме, вот главы страны, которые жили в Иерусалиме, а в городах иудеи жили, всякие в своем владении, по городам своим, израильтяне, священники, левиты, нефинеи, сыновья рабов Соломоновых, в Иерусалиме жили и сыновей Иуды и сыновей имени Амина, перечисления, и привратники, перечисления, прочие израильтяне, перечисления, и начальником над левитами в Иерусалиме был Уззи, сын Вания, сын Хашавия, сын Матфания, сын Михи и сыновей Асафовых, которые были певцами при служении в Доме Божьем, потому что от царя было о них особое повеление и назначено было на каждый день для певцов определенное содержание. И Петахия, сын Машезавела и сыновей Зары, сына Иуды, был доверенным от царя во всяким делам, касающимся до народа. И живших же в селах на полях своих, сыновья Иуды жили в Кириафарбе и зависящих от нее городах, в Девоне и зависящих от него городах, в Якоцвеле в городах его перечисления. И левиты имели жилища свои участки Иуды и Вениамина. Неемия, глава 12. Вот священники и левиты, которые пришли с Даровавелем, сыном Салафиилом и с Иисусом, Сирая и Ремия перечисления. Сыновья в Леве главы поколения вписаны в летописи до дней Иоханана, сына Илеошиова перечисления. Они были в одни Иакима, сына Иисусова, сына Иоседекова и в одни области начальника Неемии и книжника Едры священника. При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со словословиями и песнями при звуке кимвалов, псалтырии и гусли. И собрались сыновья певцов из округа Иерусалимского и из сел Нетафавских и избев Гагилгала из полей Гевы и Азмовета, потому что певцы выстроили себе села в окрестностях Иерусалима и очистились священники и левиты и очистили народ и ворота и стену. Тогда я повел начальствующих иудеев на стену и поставил два больших хора для шествия и один из них шел по правую сторону стены к навозным воротам за ними шел Гэшаи и половина начальствующих иудей Азария Едра и Мишулам перечисления подле ворот источника против них они взошли по ступеням города Давидова по лестнице ведущей на стену сверх дома Давидова до водяных ворот к востоку другой хор шел напротив них и за ним я и половина народа по стене от печной башни до широкой стены и от ворот Ефремовых мимо старых ворот и ворот рыбных и башни Хананела и башни Меа к овещим воротам и остановились у ворот темничных потом оба хора стали у дома Божия и я и половина начальствующих со мною и священники Леаким Моосея Мия и Анамин Михей и Леаенай Захария Ханания и Струбами и Моосея и Шимая и Леазар и Уззи и Аханан и Малхи и Лам и Езер и пели певцы громко главным у них был Израхия и приносили в тот день большие жертвы и веселились потому что Бог дал им великую радость веселились и жены и дети и веселье Иерусалима далеко было слышно в тот же день представлены были люди к кладовым комнатам для приношения начатковых десятин чтобы собирать с полей при городах части положенные законом для священников и левитов потому что иудеям радостно было смотреть настоящих священников и левитов которые совершали службу Богу своему и дела ощущения и были певцами и привратниками по установлению Давида и сына его Соломона ибо издавна в одни Давида и Асафа были установлены главы певцов и песни Богу хвалебные и благодарственные все израильтяне в одни Зарававелия и в одни Неемия давали счастье певцам и привратникам на каждый день и отдавали святыне левитам а левиты отдавали святыне сына Маарона Неемия глава 13 в тот день считано было из книги Моисеевой вслух народа и найдено написанное в ней аммонитянин и мавитянин не может войти в общество Божие вовеки потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом и водою и наняли против него Валаама чтобы проклясть его но Бог наш обратил проклятие в благословение услышав этот закон они отделили все иноплеменное от Израиля а прежде того священник Ильяшиф представленный к комнатам при доме Бога нашего близкий родственник к Товии отделал для него большую комнату в которой прежде клали хлебные приношения ладаны сосуды десятины хлеба вина и масла положенные законом для левитов певцов и привратников и приношения для священников когда все это происходило я не был в Иерусалиме потому что в 32 году вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле которое сделало Ильяшифа отделав для Товии комнату на дворах дома Божия тогда мне было весьма неприятно и я выбросил все домашние вещи Товии вон из комнаты и сказал чтобы очистили комнаты и велел опять внести туда сосуды дома Божия хлебное приношение и ладан еще узнал я что части левитам не отдаются и что левиты и певцы делавшие свое дело разбежались каждый на свое поле я сделал за это выговор начальствующим и сказал зачем оставлен нами дом Божий и я собрал их и поставил их на место их и все иудеи стали приносить десятины хлеба вина и масла в кладовое и представил я кладовым шелемию священника и садока книжника и федая из левитов и при них ханана сына Захура сына Матфания потому что они считались верными и на них возложено раздавать счастье братьям своим помяни меня за это Боже мой и не изгладь усердных дел моих которые я сделал для дома Бога моего и для служения при нем в те дни я увидел в Иудее что в субботу топчут точила возят снопы и навьющивают ослов вином виноградом смоками и всяким грузом и отвозят в субботний день в Иерусалим и я строго выговорил им в тот же день когда они продавали съестное и теряне жили в Иудее и привозили рыбу и всякие товары продавали в субботу жителям Иудеи в Иерусалиме и я сделал выговор знатнейшим Иудеям и сказал им зачем вы делаете такое зло и оскверняете день в субботний не так ли поступали отцы ваши и зато Бог наш навел на нас и на город сей все это бедствие а вы увеличиваете гнев его на Израиле оскверняя субботу после всего когда смеркалось у ворот Иерусалимских перед субботой я велел запирать двери и сказал чтобы не отпирали их до утра после субботы и слуг моих я ставил у ворот чтобы никакая ноша не проходила в день субботний и ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два но я строго выговорил им и сказал им зачем вы ночуете возле стены если сделать это в другой раз я наложу руку на вас с того времени они не приходили в субботу и сказал я левитам чтобы они очистились и пришли содержать стражу у ворот добы светить день субботний и за сие помяни меня боже мой и пощади меня по великой милости твоей еще в те дни я видел иудеев которые взяли себе жен из азотянок аманитянок и мавитянок и от того сыновья их в половину говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски я сделал за это выговор и проклинал их и некоторых из мужей бил рвал у них волосы и заклинал их богом чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя не из-за них ли говорил я грешил соломон царь израилев у многих народов не было такого царя как он он был любим богом своим и бог поставил его царем над всем израильтянами и однако же чужеземные жены вели в грех и его и можно ли нам слышать о вас что вы делаете все сие великое зло грешите перед богом нашим принимая в сожительство чужеземных жен и сыновей и аиады сына великого священника или ашива один был зятем сыноволата хоронита я прогнал его от себя воспомяни им боже мой что они опорочили священство и завет священнический и левитский так очистил так очистил я их от всего чужеземного и восстановил службы священников и левитов каждого в деле его и доставку дров в назначенные времена и начатки помяни меня боже мой во благо мне